Карты, которые будут даны вам, будут выглядеть вот так. И, конечно, на этой карте нет никаких подписей. Учитель географии Щелковской школы номер 13 Оксана Устенко даёт ребятам задание на разминку, а заодно оценивает уровень их подготовки, умение работать с топографической картой, находить место в пространстве для разных географических объектов. Помимо карт будут вопросы по истории возникновения памятников природы, истории и культуры, известные как «Семь чудес России». Эти и другие вопросы с большой вероятностью попадутся на Олимпиаде. Это смешанный лес, лиственный, хвойный и озеро Тихое. С этого учебного года по субботам у обучающихся с 9 по 11 классы, независимо от места проживания, появилась возможность подготовиться к Олимпиаде с лучшими учителями-предметниками городского округа. Такую цель преследует новая программа «Муниципально-образовательные субботы» Щелковского учебно-методического образовательного центра. В этом проекте слились воедино потенциал педагогов-предметников разных школ и детей, показавших высокий результат в Олимпиадном движении. Учителя дали очень хорошую базу, как я считаю. И я думаю, у меня есть все шансы. Приехал на географию, потому что она у меня один из профильных предметов, на ВУЗ, который рассчитываю, и она очень помощная при поступлении в него. Образовательные субботы объединяют ребят, они дают возможность познакомиться одаренным ребятам, которые увлекаются именно географической наукой. И это сплачивает их, вызывает еще больше интерес к изучению нашего предмета и дает возможность чувствовать себя более свободно непосредственно при участии в Олимпиадах. За два академических часа педагоги разобрали с ребятами структуру олимпиадных заданий по географии, английскому языку и мировой художественной культуре, обсудили критерии их выполнения и распространенные ошибки. За пять лет работы в школе номер восемь Юлия Еремина подготовила пять олимпиадников по английскому языку. Два в прошлом году вышли на региональный этап. Больше эмоций старайтесь в свой текст дать. Все, калорфл. Что еще? У вас есть идеи? То, что занятия проходят в малознакомой школе, старшеклассникам только на руку. Это очень полезный опыт, потому что каждый учитель передает свои навыки и показывает свои результаты с детьми. Для детей это очень полезно, даже когда учителя меняются. В образовательных субботах принимает участие более 40 учителей. Занятия расписаны до декабря. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.